Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер. Итак, решил сегодня похвастаться вам одной замечательной курточкой, которую я урвал за очень дешево. В общем, небольшая предыстория. Я был неделю назад в Лидли, и там выкинули на распродажу такие куртки, знаете, как вот эти пуховые пиджаки. Блядь, я не знаю, как они называются-то такие пуховики, но для отдура, для походов. Ну, сейчас, в общем, увидите. Я посмотрел, там был мой размер, 52-й, который мне оптимально подходил. Ну, что-то в тот момент я решил не брать. А сейчас, думаю, надо все-таки ее взять. Почему, я сейчас тоже расскажу. Думаю, наверное, уже все-таки нет. Думаю, ладно, схожу сегодня утром в магазин, на разведку. Ну, чем черт не шутит. Если есть мой размер еще, то, значит, это судьба. Значит, надо брать. Так, я пошел в магазин, и действительно, одна-единственная моего размера там лежала. Обычно их там выкидывают несколько штук, их очень быстро разбирают такие вещи. Стоила она что-то 19 евро, но на распродаже она была там 12 или 13 что-то евро. 12 с чем-то, в общем. Почти 13 евро. Ну, это сущие копейки. Вот за такую курточку. Сейчас я ее одену. Я сейчас расскажу, почему я ее купил. Для чего, собственно. То есть, она не сильно толстая. Есть такие же, ну, топовые куртки, да, естественно, они намного толще, намного теплей. Она относительно тонкая. Ну, что ожидать за эти деньги, да? Да, нормальная куртка стоит она уже, там, нормальный пуховик вот такого формата стоит, там, ну, и 200 евро, и 300, скажем. Ну, цены высокие. Но я так думаю, мне нужно вот как раз на весну, осень, вот-таки, на прохладное время года, чтобы вот ехать на мотоцикле. Я ее буду использовать именно как подклад для своей куртки. Вот для этой. Вот это вот у меня куртка. Сейчас я ее тоже одену сверху. У нее, по идее, подклад такой в виде этого, как худи из флиса. То есть, он очень теплый, но в свое время тяжелый, он с капюшоном. И немножко, если как бы ехать куда-то с ночевкой, он немножко непрактичен. Потому что капюшон торчит наружу, и если ты поедешь под дождем, то капюшон намокнет 100%. А убирать и создавать какой-то горб там себе тоже не хочется. Поэтому я озадачился вопросом. Думаю, надо что-то придумать, вот именно как комбинацию, чтобы было и тепло, и комфортно, и можно было варьировать. Скажем так, вот в таком виде я буду ехать. Под низом будет вот эта куртка, которую я сегодня купил, а сверху будет вот эта. То есть, она, это как теплая, ну не теплая она, это как парка, она водонепроницаемая. У нее есть протекторы локтей, спины и плеч, ключицы защищает. То есть, в принципе, все, что надо. Поэтому я буду ездить в ней даже летом, вместо своей кожаной куртки. Если особенно куда-то дальники, то вообще водонепроницаемость, проверено уже, отличная вещь. Не зря купил. Но, скажем, приехал я куда-то на локацию, ну куда-то на стоянку, где я буду ночевать. Приехал, допустим, куртка немножко мокрая, после дождичка я ее снимаю. Ну, и вуаля, у меня такой как пуховичок небольшой. Я могу ходить уже на стоянке непосредственно так. Даже если мне будет ехать жарко, я могу вот эту снять. Она очень мало места занимает, тоже очень легкая. Убрать рюкзак, одеть тупо парку и ехать дальше. То есть, будет такая, ну будет много комбинаций. Также можно еще комбинировать с различными термухами, с теплой термухой, с охлаждайкой. То есть, на любую погоду, мне кажется, можно будет вот именно скомбинироваться. Поэтому, тот подклад, который был непосредственно в моей куртке, я его с собой брать, наверное, не буду. Потому что это как бы нерационально, я не вижу смысла в этом. А вот этот подклад, он по толщине, он ничуть не тоньше того же подклада, который у меня у кожаной куртки. Только там синтепон, а здесь пух. Поэтому он должен быть при той же толщине, даже немножко теплее, чем подклад у кожаной. Но, как только сейчас погода немножко налажится, начнется, я где-нибудь прокачусь с ветерком, чтобы посмотреть именно, как поведет себя эта куртка в качестве подклада. Ну, я думаю, она отработает на ура. Надеюсь, по крайней мере, на это. Ну, собственно, все. Все, что я хотел сказать. Поэтому, если когда-нибудь, может быть, я себе приобрету какую-нибудь потеплее, может, там топовую, я не знаю. Но пока я думаю обойтись вот этой. Нормально. То есть можно будет и как туристам по лесу полазить где-то вот в таком виде, и как подклад использовать. То есть вещи должны быть, ребята, мультифункциональными. Ну, опять же, это сугубо мое личное мнение, я его никому не навязываю. У вас свой подход, у меня свой подход. Я просто делюсь вами своим подходом. Что-то можете принять на заметку, что-то отмести. Это дело лично ваше. Ну, а я призываю вас поддержать данный ролик лайком, написать какой-нибудь комментарий. Даже если незначительный какой-нибудь. Все равно это будет полезно. Также, ребята, присылайте свои предложения по поводу роликов, что бы вы хотели увидеть, что бы вы хотели услышать. И я, по возможности, для вас сделаю какой-нибудь видос на интересующую вас тему. Ну, а с вами был Вилли, канал Мотогайкер. Увидимся. До новых встреч.